Хоп-хоп-хоп-хоп! Ну что, рад вас всех видеть, друзья. Еще одна неделя у нас пролетела как миг. Очень быстро, много чего произошло за эту неделю интересного. Обо все по порядку расскажу в данном видеоролике. Посмотрим, что у нас происходило по основным движениям по нашему спотовому портфелю. Также, какие накопления были у крупного капитала и чего ждать на следующей неделе. Обо всем по порядку, как я говорил ранее. Поехали! Итак, если начинать с нашего спотового портфеля, на сегодняшний день я закрыл две позиции совершенно полностью. Это по инструменту NIR и по монете GALA. Опять же, портфель находится в публичном доступе. Вы за всем можете сами точно так же смотреть и как минимум делать какие-то свои выводы. Чуть позже, сегодня я докуплю одну монету, о которой я расскажу чуть позже в данном видеоролике. Ну и в целом, опять же, говорю, что все ссылки, все сервисы, как что и почему, я стараюсь активно показывать в данном видеоролике каждую неделю. Поэтому, опять же, если вам это все интересно, пожалуйста, делитесь вашими эмоциями, комментариями, вопросами, ставите пальцы вверх, подписывайтесь. Или присоединяйтесь к нам в чат в телеге. Там, собственно, вся дискуссия ведется. Пожалуйста, welcome! Ну и давайте посмотрим теперь по предыдущим действиям, по тем инструментам, о которых мы говорили в предыдущем видеоролике, который снимался неделю назад. Мы обращали внимание, что были накопления по инструменту Blur и по инструменту Kiber. И я говорил, что мы их покупали. Опять же, если посмотреть у нас по движению. Вот видим, что 18 февраля я купил Blur, High и Kiber, как я и говорил. И сразу, опять же, буквально через день я сразу продал Blur. Он моментально выстрелил. То есть видно, что я его купил по цене 0.7 и продал по цене 0.8. Точно так же Kiber. Я за 8.75 его купил. И буквально через несколько дней он выстрелил. И за 9.71 был продан. Поэтому, опять же, все публично, наглядно. Но, опять же, надо сказать, что у нас был в портфеле инструмент C-98. Ну и так же, когда он вылетел полностью, C-98 я продал. Поехали дальше. Друзья, я стараюсь преподносить информацию достаточно сжато, емко и, самое главное, информативно, для того, чтобы могли сразу взять и либо применить, либо отбросить данную информацию, чтобы как можно меньше было воды. Две недели назад я хотел напомнить вам, что мы говорили, что были накопления по Юни. Неделю назад я, когда подводил итоги, опять же, все есть в видеороликах, вы можете отмотать и посмотреть предыдущий видеоролик. Мы подводили итоги, что выстрелила монета Z и Agix на 80% и 60%, соответственно. А вот монета Юни стояла на месте, я просто сказал, ну, не выстрелила и ладно. А как раз вот на прошедшей неделе она достаточно сильно запампилась. И итоговый рост оставил все-таки 70%. Это я о том говорю, что все-таки иногда это происходит на более длительном промежутке времени эти вылеты. Опять же, все это теория вероятности может и не вылететь. Но просто хотел отметить, что монета Юни все-таки вылетела и, опять же, рост оставил более чем 70%. Вот в этой табличке, эта табличка, которая посвящена аналитике предыдущей недели, надо быстро пробежаться и внести ясность по всем инструментам. Монета Гель или Джелл, как угодно, да, то есть она стоила тогда 0,86. Она за неделю практически никуда не сходила. Да, был импульс на 12%, но по факту мы сейчас вернулись к той же отметке. Сейчас инструмент стоит 0,87 на момент записи данного видеоролика. Ну и надо обратить внимание, что по данному инструменту продолжаются накопления, поэтому я бы его держал на внимании, но лично мне данный инструмент этот не нравится и покупать я его не буду. Но, опять же, надо понимать, что он нравится более крупным капиталом и они его как раз продолжают покупать. И повторюсь, на данный момент записи видеоролика за предыдущую неделю по данному инструменту продолжаются накопления. По R&DR, да, была к прошлому воскресенью цена была 5,562 и в итоге инструмент R&DR запампили и вылетела данная монетка более чем на 40%. В LD я говорил, что нет смысла покупать, потому что уже был вылет, но просто мы обращали внимание, что были крупные накопления и практически сразу инструмент вылетел. Монетка Blur, как я и сказал ранее, мы его купили и цена вылетела 12%, мы забрали и, как я и показал, мы его продали. По инструменту Pepe я его не покупал, но цена была 0,12%. В итоге за неделю Pepe подрос на 15%, опять же, также можно посмотреть, что по чуть-чуть был рост. Но, повторюсь, не покупал. Kiber дал нам 11%, его как раз мы покупали и успешно продали, как я и сказал. По инструменту High. На данный момент есть небольшой рост, но видно, что неделю назад была цена 1,75, сейчас цена 1,79. Я продолжаю его держать, пускай небольшой плюс, был и минус, но в любом случае он у нас в портфеле, пускай лежит. Шиба, ее накапливали неделю назад и видно, что она стоит на месте и, возможно, надо за ней еще понаблюдать. Инструмент не вылетел, не падал, может быть, будет какой-то рост. По инструменту ЮП, опять же, точно так же, то есть цена стоит на месте. Неделю назад было достаточно крупное накопление, ну и цена никуда не ушла, также за этим смотрю. Ну и опять же, у нас One, в скобочках я то, что пишу инсайды, это не крупное накопление, которое я смотрю через сервис Архам. А это через закрытый чат, о которых, опять же, я говорил ранее в видеороликах, я состою в определенных закрытых комьюнити, где стоят достаточно крупные участники рынка зарубежного, и там люди, собственно, обсуждают потенциальные инструменты, куда они планируют вкидывать деньги. Там никто не пишет ни объема, ни цифры, на которых они хотят выходить, то есть это просто такое внутреннее сообщество, внутренняя внутренка, где люди обсуждают те или иные проекты, чтобы залететь, условно, всем на одной волне. Ну и как раз вот этот инструмент One, о котором я говорил, вот он вылетел на 30% за предыдущую неделю. Давайте посмотрим, опять же, что мы можем посмотреть на, условно, сегодняшний день, сегодня 25 февраля, посмотреть конкретные инструменты, которые у нас должны быть на карандаше, зачем смотреть, что накапливалось к данному моменту времени и чего ждать или не ждать от рынка в целом. И снова возвращаемся к нашей табличке, и давайте посмотрим, первое, какие монеты покупались и накапливались за последние 7 дней, к данному моменту времени, еще раз, к 25 числу. И для вас я выделил три основных инструмента, по которым были, наверное, самые большие накопления в процентном соотношении. Первая монета – это инструмент OM. Цену, опять же, на данный момент времени я пишу, опять же, чтобы через неделю можно было посмотреть, что вообще происходило по данному инструменту. Поэтому, говорю сразу, данный инструмент я покупать не буду, потому что я считаю, что он находится в очень странном месте графика, но в любом случае, говорю, как есть, именно, что ее накапливали именно крупные институционалы. Но я покупать не буду. Следующий инструмент – это у нас инструмент BIM. Опять же, цену, я говорю, на момент времени. Лично мне этот инструмент, опять же, не нравится, покупать я его не буду. Но, опять же, повторюсь, все, что вижу на рынке, просто делюсь с вами. У всех из нас разное видение рынка. Вы можете просто, опять же, делать свой анализ и на основании просто каких-то вот таких вот данных экономить свое время. И, возможно, вы его прикупите. Почему нет? Я не претендую на какую-то суперэкспертность. Следующий инструмент – это инструмент ARB. Достаточно крупноизвестный токен. Но, опять же, в него достаточно много влили за последние дни. Но покупать его точно так же не хочу. Мне не нравится, как нарисован график, непонятные зоны. Поэтому я его пропущу. Следующий инструмент – это инструмент PROM. Цена у него, у данного актива сейчас 1138. И это именно тот инструмент, который мне нравится. И лично я его прикуплю. Да, сейчас он не отображается в портфеле, потому что я еще снимаю данный видеоролик. Но, как только я его сниму, выложу на YouTube, сегодня же я этот инструмент прикуплю. И, опять же, вы сможете увидеть его, как он отобразится у нас в спотовом портфеле. На момент записи 1138. Возможно, цена там чуть-чуть подвигается. Но, в любом случае, я его покупать буду. Просто куплю и все. Не важно, по какой цене он будет. Ну и последний, опять же, это инструмент BAL. Про него как раз в закрытых тусовках было обсуждение последние два дня. Это буквально в воскресенье, суббота. И как раз его вроде как собираются прикупать. Поэтому, опять же, про данный инструмент я написал. Пожалуйста, можете просто делать, опять же, свою аналитику и принимать какие-то свои торговые решения по данным инструментам. Но, повторюсь, все, что я пишу в скобочках инсайды, это не сархама, это не институционал. Это просто закрытое сообщество крупных, достаточных трейдеров спотовых, которые между собой решают, чтобы вместе залетать в рынки. Это ни в коем случае не пампа и не дампа. Это просто вот такие сообщества. Ссылки я туда скинуть, к сожалению, не могу. Потому что я туда попадал, так скажем, по знакомству, когда еще работал в крипто-тусовке. Но, опять же, я могу вытаскивать данную информацию и просто делиться ее с вами. Пожалуйста, мне не жалко. Друзья, на этой прекрасной ноте я хотел сказать, что лучшая благодарность от вас это поставить пальцы вверх. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментарии. Я стараюсь всем отвечать максимально конструктивно, понятно. Опять же, если вы ищете единомышленников, присоединяйтесь к нам в телегу. У нас есть чат, сообщество. Всем будем рады. Поэтому присоединяйтесь. До новых встреч. Благодарю вас всех за внимание и пока. Продолжение следует...